Каждую неделю герои нашего проекта отправляются в путешествие. Они даже не догадываются, куда их забросит судьба. Может быть в космос или еще дальше. Все решит игра «Камень-ножницы-бумага». А почему Тубушки-2? А где же дворцовые виды? Именно здесь была усадьба этого Черняева. И вот это место, где раньше был вход в храм. Целый кусок здорового уже отвалился. Несколько веслами побайдарцы. Вид тоже открывается живописный. Привет, это «Камень-ножницы-бумага». Сегодня в этих конвертах находятся маршруты, названия которых рифмуются друг с другом. В одном местечке когда-то жил национальный герой Сербии, а в другом находится самая старая водяная мельница Беларуси. Поехали! Сегодня в путешествие отправятся. Олег, начинающий блогер, поставил цель объехать все города Беларуси. Обладает тонким чувством юмора и аналитическим складом ума. Ироничен, но дружелюбен. Даша, веселая и общительная. В путешествии пользуется принципом «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Легко находит общий язык со всеми, кто встречается ей на пути. Привет, Даша! Привет, Олег! Привет! Итак, попробуем отгадать маршруты, по которым вы сегодня отправитесь. Деревня, которая когда-то принадлежала генералу, о котором упоминается гимн Сербии. Я не знаю. Какие ты слышишь? Ты не знаешь. Нет. Вторая загадка полегче. Где находится единственная в Беларуси действующая водяная мельница 18 века? Не, в школе нас такому не учили. Это точно. Не знаю. Ну что, тогда сыграем в камень, ножницы, бумага. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ну что, жодишки. Я знаю жодина. Жодишки. В жодишках находится единственная в Беларуси действующая водяная мельница. Интересно. Тубышки. Тубышки. А в Тубышках когда-то жил генерал Черняев, он же национальный герой Сербии. Интересненько. Ну что, поехали? Поехали. Интересности меня начали встречать уже на подъезде. Вот я и прибыл в Тубышки. Впервые эта деревня упоминается в 1675 году. Так что, надеюсь, здесь будет на что посмотреть туристы, ну и мне в частности. А вот, собственно, и знак, который подтверждает то, что я на месте. А почему Тубышки 2? А где первая часть? Мне стало интересно, почему 2 и где первые Тубушки. Почему здесь Тубышки 2, а где Тубышки 1? Тебе. А почему они поделены на 2 части? Не знаю. 2-й Баргазира было. Я прошел всю деревню и встретил еще один знак. Здесь уже написано Тубышки 1. И меня это смутило. А где граница между первой и второй? Где граница? А там видно будет, конец проедите, расстояние. Самый конец деревни туда и расстояние будет. Вы заметите. А почему так? Почему 2? Ну, не знаю. Раньше-то деревня разве такой была? Вы знаете, сколько домов было? И все-таки знак есть. Вот он. Первый раз я его проглядел. Так что можно сказать, что граница между Тубышки 1 и Тубышки 2 здесь. Вот она. Километр чистой дороги. Откуда же название такое? Тубышки. Я встретил только одну версию в интернете. И это легенда. Мол, ехал когда-то здесь казак, встретил девушку у колодца, попросил у нее водиться и спить. Она исполнила его просьбу. Эта девушка ему так понравилась, что он остался здесь. И стали они жить да поживать тут. И в честь его имени, потому что звали его Тубыш, и назвали деревню. Но у меня есть пара вопросов. Во-первых, деревня здесь явно была до его появления. И как так получилось, что в честь какого-то приезжего парня переименовали деревню? То есть я могу сюда приехать, остаться здесь жить, и деревню переименуют в Рудинишки? Я спросил у местных, опять же, что они думают на этот счет. О, нет, 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 казаки, нет, нет. Они считают, что это все глупости, и, скорее всего, название произошло от... Что-то тумбочки, что типа кто-то вот были, они делали что-то, наверное, вот такое, что мастры такие жили, типа. Мастера, да. 123 километра от Минска, и вот я уже в Жодишках. Это агрогородок в Сморгонском районе на берегу Вильи. Говорят, здесь уникальная история и множество интересных объектов. Давайте смотреть. Кстати, в переводе с балтийского «Жодишки» переводится как «цветущие берега». И понятно, почему. В Жодишках перемалывали зерно. Они славятся своей мельницей. Находится она как бы в низине, потому что по технологии должна стоять ниже озера. С 18 века озер намололись при помощи деревянного колеса диаметром 4 метра. Вот оно, кстати, восстановлено. А уже в конце 19 века установили дополнительно еще турбины. После этого мощность мельницы возросла в разы. Мельница выполняет заказы населения по перемалыванию зерна и играет роль еще одного функционального объекта. Там внутри сейчас находится этнографический музей. За облагораживание мельницы и поддержание жизни взялся местный житель Феликс Болиславович. Там открывается шлюз, а культера вода поступает сюда. Турбина, шахты. Четыре с лишним метра от уреза воды. И давление на турбинку получается, и все, и пошла система. И за счет этого она начинает крутиться. Мне повезло, я увидела, как крутятся жернова, как эта вся вода циркулирует, как это все перемещается, куда. Важение там. Да, вот уже вы видели, как мололи. И вот сюда мука высыпается уже. Два мешочка вот. Вот такая вот мука вот. Видите? Еще мельница – это и музей. Несколько залов там посвящено истории хлеба, как его добывают, как его делают, как обрабатывают землю. Ну, закладываешь снопик, и сюда вмолачивается солома вместе с зерном. Сюда. Да, жернова, жернова ручная, жернова. Тяжелая, конечно же. Ради бога. Ниже ручку сюда. Именно здесь была усадьба этого Черняева. А где же дворцовые виды, спросите вы? Встал под ногами, обнаруживаясь остатки, возможно, этого дома, но это не точно. Вам не кажется, что название деревень Жодишки и Тубушки чем-то похоже? Жодишки в переводе с балтийских языков означают «цветущие сады». Возможно, Тубушки тоже имеют балтийские корни или киргизские. Например, с киргизского Тубушки означают «трубы». И тогда получается, что влюбленный в белорусскую девчину казак Тубыш, и уж тем более Тумбочки, здесь совершенно не при чем. Если начать изучать историю деревни, то всплывет род Черняевых. Немного исторической справки. После раздела Речи Посполитой Тубушки перешли к Российской империи, и Екатерина II начала раздавать земли своим подчиненным. И эта деревня досталась Никите Черняеву, который в 1772 году тут и обосновался. В этой деревне он приехал и устроил свое имение. И вот камень, который утверждает то, что именно здесь была усадьба этого Черняева. В память о былых владельцах имения осталось три липовых аллеи. Вот, например, одна из них. И сейчас моему взору открывается поле, и можно увидеть еще одну аллею. И место, как мне подсказали, где когда-то стоял тот самый дом. Приближаясь к тому месту, где находился некогда дом, стал под ногами обнаруживать остатки, возможно, этого дома. Но это не точно, хочется в это верить. Тут и черепица, и остатки плитки, просто кирпичи и булыжники. Вот два куста. Как сказали мне местные, именно здесь находился дом. Сейчас от него ничего не осталось. Посмотрю поближе. Более детальное изучение местности ни к чему не привело. Ничего дома не осталось. А у этого здания судьба весьма интересная. Построено оно было в 18 веке, как и иезуитский коллегиум. А через несколько лет магнатами его половина была перестроена уже под дворец. Выглядит на самом деле здание жутковато. А где же дворцовые виды, спросите вы? А в том-то все и дело, что после уже дворец был переделан в психбольницу. Да-да, здесь действительно лечили людей. Несколько месяцев назад она была закрыта, и сейчас здание, судя по всему, и вовсе пустует. Зато сохранились остатки придворцового парка, мощеные камни на дороге и другие старинные элементы. Я не знаю, что будет с ним дальше. Хотелось бы, чтобы нашли применение, конечно. И вот отчетливо видно, как время, а вернее вода и весик, разрушают, вымывают кирпич. И вот это место, где раньше был вход в храм. Целый кусок здорового уже отвалился. Говорят, что когда-то в усадьбу Черняева со всей округи приезжали люди. Сейчас бы сказали на мастер-класс, чтобы научиться вести хозяйство. В тубушках гостил художник Репин и реформатор Петр Столыпин. Ну а сейчас от усадьбы остался один валун и осколки старой черепицы. К сожалению. Единственное, что осталось в памяти Черняевых, помимо Алле, это руины церкви святого Николая, которую построил Григорий в 1833 году, а его сын Михаил впоследствии перестроил, расширив ее и выписав из Сербии иконостас. А еще перед церковью была возведена двухэтажная колокольня. Судя по всему, это то, что от нее осталось. А еще здесь была церковно-приходская школа, где обучалось 70 крестьянских детей. Спонсором этой информации послужил интернет. Спасибо ему за это. Подойдя поближе, немного огорчился, потому что да, видно то, что время берет свое, повсюду трещины. Если не заняться реставрацией, то и этого может в скором времени не стать. И вот отчетливо видно, как время, а вернее вода и ветер разрушают, вымывают кирпич. Там песок остается. Заходить внутрь как-то не очень-то и хочется, потому что видно то, что кирпич постоянно падает. И вот, целый кусок здоровый уже отвалился. Ну и доски эти, конечно, у меня еще доверие не вызывают. Находиться в этот момент внутри, если что-то будет так же падать, не очень хочется. Возле церкви находится и могила генерала Михаила Черняева. Григорий Черняев завещал похоронить себя возле этого храма. Его волю исполнили, и там находится его могила и памятная плита. Церковь находится на холме. Тут есть даже беседка, где можно посидеть и полюбоваться видами, которые открываются с этого самого холма. Я не покрашиваю. Костел в Жодишках – это еще одна достопримечательность. Очень важная и интересная. Сейчас здание костела полностью отреставрировано. Здесь проходят службы, он работает. И, к слову, если здание костела снимать сверху, то напоминать оно будет крест. Сейчас, к сожалению, костел закрыт, но то, что я хочу найти, находится снаружи. Внутри попадать необязательно. Местные жители мне рассказали, что здание это когда-то строилось как кальвинистский сбор, а кальвинисты должны входить в храм как с восходом солнца, вот в сторону восхода солнца. Соответственно, вход был здесь с другой стороны, и я отправляюсь его искать. И что вы думаете? Конечно, я его нашла. А самое важное при этом поиске – смотреть не под ноги и даже не в сторону, а вверх. И вот это место, где раньше был вход в храм. Как я догадалась, меня сориентировали местные жители, что над этим входом бывшим должна находиться фигура распятого Христа. И получается, что старый вход, он прямо противоположен нынешнему, находится на обратной стороне. Так интересно. Судя по такому большому углу, храм сверху, правда, должен выглядеть как крест. А, кстати, архитектурный стиль, в котором он построен, как вы думаете, какой? Раз, два, три – Ренессанс! Легенда о двух входах в костел Святой Троицы подтвердилась. И Даша таки нашла этот второй вход. Правда, дверей там уже нет, их убрали после реконструкции. Задание для Олега было тоже, в общем-то, непростым, но с подсказкой. Могилу генерала Черняева нужно было искать недалеко от церкви Святого Николая. Сейчас от храма остались одни руины, нет ни шести колоколов, звон которых был слышен аж в Шклове, ни икон, ни алтаря из Сербии. Все уканало в прошлое и превратилось в легенду. И стукаем веслами по байдарце. Вид тоже открывается живописный. Так, помещается оно на ладошку. А куда дальше? И главную природу и достопримечательность Жодишек, Вилью, я решила смотреть максимально близко. О, так. В Жодишках живет Олег, это бывший подводник. Я служил на полночном флоте, военно-морская база Гремиха, на стратегичном ракетоносце, обслуговывал ядерные головки. Ну вот мы ходили в автономный поход на 70 суток под водой. И сейчас он живет в Жодишках, он уроженец агрогородка и катает на байдарках желающих туристов и вообще организует им походы. Не стукаем веслами по байдарце. Вот, вы шею поднимите. Вот так вот, да. Ага, все равно. Конечно, это такое не сухое дело. А я посмотрела на безумно красивые пейзажи. Все-таки байдарки – это когда ты максимально близко к воде, максимально сплочен с природой, и это здорово. Ну вот, мы сейчас будем причаливать. Тут вёсочка Ашмянец. А потом мы причалили к берегу. Мы пришли на давний балский курганный могильник в Сходне-Литовской культуры. А эта культура, значит, периода 5-го, 14-го года нашей эры. И тут вот, да, у них шевали в курганах. А на этом камне икрас их и спаливали. Вот это не было трупоположение. Олег говорит, хотите, Дарья, я покажу вам горы? Я говорю, ну давайте, конечно, пойдёмте. Даже волоса препятствий. И мы пошли в горы. Сначала он сказал, я покажу вам водопад. Ну давай, 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 учей. Вот, бачишь, вон, тут был млын. Гора, по которой стекает водопад, она довольно высокая. И, естественно, нужно идти ногами на своих двоих. И это тяжеловато. Ну, я сейчас тут вместе. Я тут бегаю, я не хожу, я бегом прохожу этот маршрут. Я пофоткалась, и всё равно не видно фона. Вообще-то какие-то уникальные места в этой деревне Ашмянка, потому что местность там удивительно гористая, там есть свои ущелья. А куда дальше? И в итоге, спускаясь и поднимаясь в горы, мы оказались в ущелье, когда вокруг только деревья и огромные горы. Это такая красота. Друзья, ради таких видов нужно проделывать какие угодно препятствия, преодолевать, проделать какие угодно маршруты, чтобы потом всё это видеть. И невероятно, что это всё находится всего лишь в 150 километрах от Минска. За следующей достопримечательностью я отправился в деревню Тетерина. Чтобы попасть в границу, нужно пройтись вот по такой аллее. Видно то, что деревья высадили специально, украсили камнями дорожку. Симпатично. А ещё, если прислушаться... Вокруг поют птицы. Красота! А вот и крыница, которую я искал. Найти её было несложно. Итак, дегустация. Мокрая. Прохладная. Каких-то специфических вкусовых особенностей выделить не могу. Вода как вода. Просто прохладная в такую тёплую, жаркую погоду. Самое то, чтобы и лицо можно умыть. И прическу поправить. Конечно, я понимаю то, что крыниц у нас уже было много в программе. Их показали, наверное, все наши корреспонденты во всех регионах и областях нашей страны. Вода из Креницы попадает в реку Друдь. Сейчас подойду к ней. Вот и река. За моей спиной можно увидеть местную ГЭС. А за ГЭС Тетеринское водохранилище. Надо будет подойти и на него полюбоваться. А вот и то самое Тетеринское водохранилище. Вид тоже открывается живописный. Так, помещается ли она на ладошку? Класс! Привет с возвращением. Даша, ради чего стоит съездить в Жодишки? Ой, это была самая экстремальная моя поездка. Просто. Ну, конечно, Жодишки – это очень интересное место. Там водяная мельница, старинная усадьба. Вы где-нибудь видели дворец, который потом был психбольницей? А в Жодишках есть. И горы, Даша, горы! Моя любимая часть. Горы, да, белорусские горы. И я их покорила, несмотря на то, что далось мне это не так просто. Но в копилочку путешественника такой вот поход. Олег, в Тубушках есть горы? В Тубушках есть холм, на котором стоят руины церкви. И это, пожалуй, единственная главная достопримечательность этой деревни. Потому что, в принципе, от усадьбы Чернявы ничего не осталось. Только аллея симпатичная и вот храм. И виды там с этого холматка. То есть, ну, стоит поехать, чтобы посмотреть. Ну, если вы будете рядом, то заедьте, да, посмотрите. Это был проект «Камень-ножницы-бумага». Наши туристы заранее не знают, куда же их забросит судьба. Может быть, на Марс, Венеру или на Бали, а может быть, в Америку. Все решит игрок «Камень-ножницы-бумага». Пока. Автолавка! А, вы ждали автолавку? Подожди. Короче, все, я готова. Тэн секунду. Еще немного... Еще немного информации. Еще немного информации. Перед... Зато сохранились... Так, сейчас. Я забыл, что надо идти. Челка. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...